Также в данном уроке есть небольшой раздел, посвященный среднему залогу. С средним залогом, с формой, по крайней мере, среднего залога мы с вами столкнулись уже довольно давно. Мы обсуждали формы и настоящего времени, и перфекта, и будущего времени, и ориста. И вот теперь в этом уроке и перфекта среднего залога. Но до сего момента в учебнике подробно не описывалось, зачем же, собственно, нужен средний залог в греческом языке. Может быть, не очень последовательно следуя учебнику, мы говорили время от времени об употреблении среднего залога, поэтому, может быть, материал этого урока не будет большим новшеством для вас, но все-таки пару слов мы все же еще расскажем. Итак, зачем нужен в языке средний залог? Средний залог предназначен для описания тех ситуаций, когда подлежащее каким-то образом затронуто действием, описанным глаголом. Подлежащее может исполнять это действие для себя, в своих интересах. Подлежащее может быть как-то активно вовлечено в это действие. Действие может быть полезно для подлежащего. Поэтому, чтобы подчеркнуть связь подлежащего с действием, используется средний залог. Еще раз обращаю ваше внимание, чтобы подчеркнуть связь. В случае действительного залога, подлежащее тоже может быть связано и зачастую связано с действием. Почти всегда тут дело действия, он связан с действием. И может быть интересный, и все остальное. Просто действительный залог не подчеркивает эту связь на формальном уровне. А действительный залог не говорит о том, есть связь, нет связи, затронуто подлежащим действием, не затронуто действием. Действительный залог больше внимания сосредоточивает на действии. Вот средний залог. Большее внимание сосредоточивает на действующем лице, на его затронуты. И вот разница между действительным и самосредием, где внимание, на действии или на действующем лице. А вот эта затронутость, она может иметь достаточно широкий спектр значений, связанных с особенностями самого глагола, контекста и всего остального. Но, тем не менее, некоторые типичные варианты употребления все-таки можно выделить. Давайте мы посмотрим примеры. Самый распространенный вариант использования среднего залога – это тот, так называемый, косвенный средний залог. То есть, когда действие как-то делается в интересах подлежащего, подлежащий заинтересованно в действии. Ну, примеры, которые вам предлагаются, это из Евангелия от Матфея, 27-24, учебники. Нам такой пример. Помните, при суде над Иисусом, когда толпа требовала распни его, распни его. Пилат вот так омывает руки, да, и вот, ну, смотрите сами. То есть, вот, он как бы, тем самым вот этим вот действием, омовением рук пытается снять с себя вино. Ну, и более того, то есть, это вот по такой внутренней полезности, более того, еще и глаголы типа омывать, там, одевать и так далее, достаточно часто встречаются в форме среднего залога, потому что здесь еще и действие над самим собой, над, ну, там, частью своего тела и так далее. Поэтому здесь, как бы, два нюанса можно выделить, на два аспекта употребления среднего залога можно обратить внимание. Второе, пример, который вам приведен, из послания Якова. Примите насаждаемое слово, могущее спасти души ваши. Принятие слова явно полезное действие для тех, которые принимают. Ну, прям, полезность прямо непосредственно в самом тексте указана. Принимающий заинтересован в принятии слова, и вот эта вот затронутость, вовлеченность подлежащего, типичная для среднего залога, она как раз очень здорово гармонирует с данным контекстом, с заинтересованностью в принятии. Вообще, глагол «dehumai», который здесь использован, он всегда употребляется только в форме среднего залога, то есть он не имеет формы действительного залога, и иногда такие глаголы называют отложительными, но на самом деле принятие, если я что-то принимаю, то, как правило, у меня есть интерес и вовлеченность, и соучастие в этом принятии, поэтому отсутствие формы действительного залога может быть объяснено не потому, что вот какая-то поврежденность есть в самом глаголе, то есть глагол «действительный» по смыслу, а формы такой нет, а объяснено именно смыслом данного глагола, то есть он по своему смыслу, по своей сути является глаголом, который хорошо выражает вот такое вот значение, типичное для среднего залога. Вообще, очень многие глаголы, которые обычно называют глаголами отложительными, могут быть истолкованы как стоящие в косвенном среднем залоге, как связанные с какой-то увлеченностью и заинтересованностью подлежащего в действии. Вторая категория, которую описывает Маун в своем учебнике, это возвратный или прямой средний залог. Пример, который он приводит из Матфея 27.5 «Иуда, апелтон, апег сато». Иуда, пойдя, удавился, ну или повесился, в смысле повесил, задушил сам себя. И это один из очень немногих примеров прямого среднего залога в Новом Завете, то есть когда действие прямо направлено на себя. Есть несколько глаголов типа «одеваться», «мыться» и так далее, для которых очень естественно значение прямого среднего залога. За пределами этих глаголов, которые просто лексически предполагают такое значение, прямой средний залог редок. Ну, повесить и удавить можно кого-то другого, поэтому этот глагол может быть употреблен для описания не действия на самого себя, а действия на другого. И средний залог, выражающий вот такое прямо возвратное значение, да, вот здесь явно проявлено, но это очень и очень редко и очень нетипично для греческого языка, тем не менее, возможно. Чаще, если нужно выразить возвратное значение, то есть действие, направленное на самого себя, встречается либо действительный залог с возвратным местоимением, либо средний залог с возвратным местоимением. Вот пример среднего залога с возвратным местоимением, он приведён из Римлянам 6.11, «Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха живыми же для Бога во Христе Иисусе», и вот «хутускай хумэис лагидзеста», видите, «лагидзамай» глагол, он среднего залога, «хеутус», «почитайте себя эйнайны круз», ну, являющийся мёртвыми, и так далее. Смотрите, средний залог, ну, когда вовлечённость подлежащая в плюс, ещё и возвратное местоимение, здесь это названо избыточным средним залогом, ну, вроде как одного бы среднего залога было достаточно, ну, на самом деле глагол «лагидзамай» часто встречается в Новом Завете, он встречается в среднем залоге, и часто, ну, конечно, зачастую без возвратного местоимения, и имеет значение, там, «почитать», «читать», там, и ряд других значений, поэтому без «хеутус» вот это значение «почитать себя» вряд ли бы получилось, вряд ли было бы понято читать. Правда, там нужно нам-то объяснить, может быть, эту формулу не только избыточностью можно, но и некоторыми другими соображениями. Дело в том, что в греческом языке глаголы, обозначающие ментальную деятельность, какие-то внутренние процессы в человеке, зачастую стоят в среднем залоге, и это хорошо сочетается с идеей затронутости, поэтому, может быть, «лагидзамай» в среднем залоге просто потому, что это глагол ментального действия, а «себя» — это нормальное прямое дополнение для данного глагола, показывающее, что это действие в данном случае направлено. Кроме того, как этот текст может тоже воспринять. Но остальные глаголы Маунс считает глаголами отложительными. Мне кажется, эта картина несколько примитизирует описание среднего залога. Средний залог в греческом языке достаточно богат. Есть действительно прямовозвратное значение, очень редкое, мы уже сказали, и с ним связано косвенно возвратное значение, когда действие просто в своих интересах, и есть еще взаимное значение, когда обниматься, целоваться, сражаться, драться, спорить и так далее, тоже часто описывается формами среднего залога, потому что такое вот действие друг на друга, оно хорошо показывает вовлеченность двух подлежащих, которые и делают, и подвергаются действиям. Нередко формы среднего залога используются для описания каких-то действий, вот таких, можно сказать, самостоятельных, типа повернуться, подняться, обратиться и так далее. Ну, иногда их также называют действия автокулзативными, и здесь вот, если говорить о коллективности, рассеяться или собраться, совместное действие, и если обратиться как бы внутрь человека, то здесь появляются такие значения, как вот как раз каяться, или вот почитать, или еще что-то, и даже вот речевые акты, молиться, спрашивать и так далее, тоже часто в среднем залоге, которые из этого пристекают. И потом употребление среднего залога может двигаться дальше, затрагивая какие-то спонтанные действия, там, разрушаться, случаться и так далее, и какие-то эмоциональные реакции, в большей или меньшей степени спонтанно идти попугаться, ну и потом там уже дальше вообще начинается сфера страдательного залога. Поэтому, вообще-то, средний залог достаточно большую сферу охватывает, и много нюансов употребления у данной формы есть. И когда Маунс, ограничив употребление среднего залога, там, косвенным средним залогом личного интереса, там, прямым средним залогом и избыточным и так далее, потом начинает обсуждать текст из первого послания Коринфянам, 13.8, это обсуждение кажется немного странным. Ну, давайте мы этот текст взглянем. Это знаменитый текст, связанный с духовными дарами, предмет многих споров по поводу того, что же там происходит с таким даром, как дар языков. И часть этих споров вращается вокруг этого текста. Любовь никогда не кончится. Эйте депрофе те ай, пророчества жили, катаргэте сонтай, будут упразднены. Эйте глоссай, языки ли, паусонтай. Ну, там прекратятся, пока переведем. Эйте гносис, знания ли, катаргэцетай. Катаргэцетай, будущее время страдательного залога, может быть переведено, как будут упразднены. Пророчества будут упразднены, знания будут упразднены, любовь никогда не прекратится. А с языками что случится? Глагол паусомаи несколько раз встречается в Новом Завете, именно в форме среднего залога, имеет значение прекращать. То есть прекращать что-то делать. И в данном случае, вот, языки прекратят, не очень нормально звучит, поэтому обычно переводят как языки прекратятся. И на фоне пророчеств и знания, которые будут упразднены, как будто действием извне, специальным особым решением Божьим, прекращающиеся языки выглядят как прекращающиеся, сами по себе. И на основании этого говорят, ну вот, вот, время языков прекратится. Ну, на самом деле из этого текста невозможно вывести, когда прекратится, как прекратится, что там прекратится. И это только маленькая часть в общем споре о даре языков. Но вот Маунс, когда обсуждает все это, он довольно странно рассуждает, что этот глагол нужно рассматривать рассматривать как отложительный по той причине, что его не получается рассмотреть как косвенной, потому что нельзя увидеть в этом какую-то личную заинтересованность. Но личную заинтересованность, видеть в этом глаголе, описывать через какую-то личную заинтересованность, вообще очень странно. Все это, это просто может быть и действие, такое совершенное, совершившееся само по себе. И на самом деле его рассуждение о том, что это отложительный глагол, фактически как бы направляют читателей к мысли о том, что раз это отложительный глагол, то вот языки также будут прекращены, как пророчества и знания. Но отложительный глагол обычно переводится к действительным залогам. А тут заявить, что глагол отложительный, а потом переводить практически страдательным залогам, это несколько странно и непоследовательно. Скорее, все-таки можно понять широкий спектр употребления среднего залога, где где-то и прекращать, вот как увлеченность, заинтересованность и так далее, а где-то и прекращаться. А уж решать вопрос о том, когда и как это произойдет, нужно не на основании этого текста, а на каких-то более широких соображениях, связанных, ну, отчасти с контекстом, а отчасти с пониманием природы того, что такое же библейский дар языков, на самом деле, и с пониманием предназначения этого дара языков. Поэтому, да, не всякий глагол встречающийся в Новом Завете только в форме среднего залога мы должны объявить отложительным, и не все средние залоги мы должны впихнуть вот этого прокрустного ложа из косвенно возвратного, прямого возвратного, там, избыточного и отложительного. Может быть, вот аналогия с русскими глаголами «нося», которая охватывает очень широкий спектр различных значений, где-то поможет нам понять, что средний залог тоже может, греческий средний залог, который в каком-то отношении родственен русской реконструкции, тоже может очень много чего выражать.